Только тот мед считается настоящим, полезным и самым вкусным, который наливается с горкой. Этот мед соседний нашему Владимирскому привезен из близлежащих областей. А наше местное лакомство в народ выйдет только завтра. На медовый спас у пасечника самые ответственные работы по откачке меда. Сегодня весь процесс механизирован практически от начала до конца. Например, из рам готовый продукт добывают с помощью вот такой центрифуги. С помощью центробежной силы мед откачивается. Рамки вставляются передним бруском вперед. То есть ячейки медовые расположены под углом. Не прямо под углом. И для этого передним бруском мы ставим и крутим. С 50 улев выйдет до 30 килограммов меда. Есть в области пасеки, где количество пчелосемей достигает 200 и более. Традиционно самые медоносные поля в Суздальском и Юрьевпольском районах. Самый распространенный вид меда у нас это луговое разнотравие, то есть со всего, со всех цветов. Есть липовый мед, потому что у нас липа достаточно много произрастает. Особенно в Собинском районе, в Юрьевпольском, бывшие барские усадьбы, они все там липовые досаждения. Вот в лесах все-таки есть. Донниковый мед в последнее время, кипрейный мед, там где вырубки гарри были, то есть кипрея много. Оттого и пасечников в регионе с каждым годом становится все больше и больше. Причем в это ремесло идут не только пенсионеры. В последнее время активно стала вливаться молодежь. Галина Владимировна – председатель регионального общества пчеловодов. Их главная задача – обучить каждого нового пасечника основам медоносного дела. И рассказать, какой инвентарь пригодится в работе. Зажигаем дымарь, надеваем сеточку, открываем улей и смотрим состояние пчели на семье. Но весь секрет получения качественного меда, говорит Галина Владимировна, заключается в покупке правильных пчел. Владимир полосатых тружеников привозит из Майкопа. Только племенные пчелы способны производить по-настоящему вкусный продукт. Мед и профилактика иммунодефицита и лечение от различных болезней. Клавдия Алексеевна в медовый спас не откажет себе в сладком угощении. Практически весь Владимирский мед реализуется в нашем же регионе. На экспорт почти ничего не идет. Процесс выработки меда сам по себе довольно затратный, но очень увлекательный. Так что всем желающим приобщиться, обращаться в региональное общество пчеловодов. Кандалов, телеканал «Вариант».